Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Итак, добрый день, дорогие друзья. Я вас всех приветствую, тех, которые онлайн. Вас зовут Семас Приекинь. Сегодня мне скинули ссылку к брифингам Владимира Плохотнюка, примерно с таким же телевизором, только без Ольги Бузовой, на котором Плохотнюк четко сказал о том, что в Бельцах решена мусорная проблема, что он с коллегами из правительства нашел формулу. В Бельцах ему писали письма, не уточнил, правда, кто интересно самому узнать. Значит, в чем суть этого брифинга? Владимир Плохотнюк объявил о том, что во избежание продолжения мусорного кризиса в Бельцах, Бельцах. Бельский мусорный полигон переходит от экономических агентов, хотя я их считаю, я говорил это, мошенниками и ворами. Эту компанию, которая незаконно, бесплатно забрала у бельского муниципального предприятия этот полигон себе, не заплатив за это ни одного бонус. Значит, что данный полигон переходит к примарии Цамбула, в которой примар от нашей партии. И как бы не должно быть конфликтов теоретически между примаром города Бельц и примаром населенного пункта Цамбула, где мэр от нашей партии. Также он что-то сказал про Бельчену. Хочу вам сказать о том, что исторически земля, на которой находится этот мусорный полигон советских времен, именно относилась к Цамбуле и к Бельчену. Значит, сейчас нас проинформировали о том, что он полностью отходит к примарии Цамбула и как бы мусорный кризис будет решен. Окей. Меня очень, я вам скажу, не то что заставило задуматься. Я просто немножко прифигел от этого решения и не могу понять, с чем оно связано. С одной стороны, Плохотнюк говорит правильные вещи. Как бы, ну, он вернул то, что принадлежало всегда примарии Цамбула. Значит, каким образом это было экспроприировано у этих мусорных мошенников, об этом он ничего не сказал. Он ничего не сказал о том, что с теми уголовными делами, возбужденными против этих всех товарищей с мусорной мафией и бывшего руководства города, которое было замешано в коррупционных схемах и так далее, и так далее. Про это как бы тоже ничего не было сказано. Но, как бы, говорит Плохотнюк, вот мы там решили, как бы я отдаю. Но жест сам по себе, он правильный. Вопрос в том, что два года, еще я был мэра города, когда мы поднимали все эти вопросы, ничего абсолютно не делалось. Тут сегодня, спустя два года сдвинулись. Да, Николай Григоришин, в отличие от меня, он общается, общался с премьер-министром, с руководством Министерства сельского хозяйства, с госсекретарями и так далее. Николай Григоришин мне сказал, что это было его предложение, когда его спросили, как вы считаете, можно решить вопрос. Он говорит, оставьте полигон Цамбулю, потому что это был всегда их полигон. У примарии с ними есть договор, и как бы у нас проблем не будет. Поэтому, когда Плохотнюк просто что-то делает хорошее, то нужно настораживаться. И знаете, когда враг чем-то пытается с тобой заигрывать, после этого нужно носить не один бронежилет, а два бронежилета. В данной ситуации, если он не лукавит, то проблемы мусора в городе на самом деле не будет. Значит, почему, опять же повторюсь, это не делалось два года, как бы, ну, это вопрос, он все равно остается открытым. Что с уголовными делами против тех, которые украли десятки миллионов лев из муниципального бюджета города Бельца до того, как наша команда пришла в глаз. На эту тему, как бы, нам никто ничего не говорит. Хотел бы также, раз товарищ Плохотнюк комментирует ситуацию, связанную с тем, что они не взаимодействуют с нашей партией, это логично, этого взаимодействия никогда не было, значит, логично было бы, чтобы он как-то прокомментировал уже мои уголовные дела. Ну, раз решил вопрос по ольгону, пусть прокомментируют мои уголовные дела. Уголовные дела всех наших примаров, которые есть по стране, которых прессует перейти в Демпартию. Очень хотелось бы услышать продолжение этой истории. Если он выходит на брифинг, и пусть телевизором, как бы, что-то говорит, я же не прошу, чтобы он это говорил без телевизора. Но пусть говорит так, как он может. Мне просто интересно. Мне интересно, что у нас происходит с Шором. Интересно, как гражданину страны. Шортом выходит, что-то комментирует, какие-то там оскорбления пишет в мой адрес. Рассказывает про то, что он остался дома бороться. Рассказывает какое-то, чуть не сказал слово, за меня это словом бред, о том, чтобы были проиграны в московских казино какие-то деньги на революцию и так далее. И все это, всякие публики там и так далее подхватывают. Иванчик, я скоро вернусь, малыш. И ты, и птица. Все понимают, о какой птице говорю. Мы обязательно переговорим. И будем говорить глаза в глаза. И уверен, что мое возвращение домой не понравится ни тебе, ни птице, ни Владимиру Плохотнюку. Но я обязательно вернусь, вы меня обязательно ждите. Касаемо того, что Владимир Плохотнюк заявил, что если и это уже не поможет, то есть то, что полигон будет в Примарии. ЦАМБУЛА где примар от нашей партии, которую, кстати, тоже прессовали, особенно весь последний год. И примар в муниципе Беллс, города Бельси, Николай Григоришин, значит, не договорятся, то тогда это уже, извините, будет плохому танцору что-то мешать. Хочу ответить Владимиру Плохотнюку примерно в таком же стиле. Товарищ Владимир Плохотнюк, нам, я говорю сейчас про себя, Григоришина, другие члены нашей команды, которые под прессингом последние 4 года, нам не может что-то мешать во время танцев. Потому что мы, в отличие от всех тех, которые у вас в правом кармане, в левом, у вас в трусах, мы не танцуем, товарищ Владимир Плохотнюк. Я боюсь, что если мы все-таки с Григоришиным выйдем на какую-то хору с теми, которые вокруг вас танцуют последние 4 года, то при первой же хоре мы просто с Колей случайно поломаем им ноги, понимаете? Потому что посмотрите на меня, посмотрите на Григоришина и представьте себе, какие из нас танцоры. Поэтому по танцам все-таки пусть дотанцуют все те, которые танцевали с вами эти все годы, а потом уже не важно, в формате дзюдо, в формате футбола, либо другого вида спорта, мы с вами обязательно поговорим. Поэтому, ребят, я могу сказать сегодня, что да, если Плохотнюк сегодня не соврал, проблемы, мусора в Бельцах не будет. Вопрос в другом. Зачем нас надо было прессовать все эти годы? Зачем нужно было, чтобы его болваны создавали все эти кризисы? Мне интересно, чем закончится история с этой мусорной мафией. Но Николай должен заниматься работой, Николай должен двигаться вперед. У нас есть обязательства перед Бельчанами, которые мы должны выполнить с вами до конца. По поводу других вопросов, которые я вижу, появляются в ваших комментариях. Ребят, я обязательно выйду, прокомментирую свое возвращение домой с четким планом, где мы с вами встречаемся, когда встречаемся, что нужно для этого организовать, кто за что будет отвечать. Мы с вами это обязательно все обсудим. Сегодня у меня есть месочка ко всем нашим сторонникам, ко всем нашим руководителям районных организаций. Там ходит масса сплетен, мне уже пишут, что опять партия закрывается, усатый уходит, раскручивают шора и всю ту бредятину, что он говорит, ребят, никого не слушайте, мы будем бороться. Мы будем бороться с вами до победы и будем бороться, как я всегда говорил, ровно столько, пока это нужно гражданам Молдовы, которые нас поддерживают. Последняя поддержка в Бельцах, то, что Григоришин набрал 62% в первом туре, без всяких там сюси-муси и того, что происходило в Кишневе, особенно в первом туре, мы победили. Люди верят нам, люди хотят изменения в стране, и мы эти изменения им обязаны дать. Я сделаю для этого все возможно-невозможно, поэтому мы движемся вперед, мы обязательно победим. Да, сложно, да, есть много проблем, но мы с вами проходили через очень много сложных ситуаций. Нас прессовали, запрещали партии, десятки, сотни людей под уголовным преследованием. Сделали все для того, чтобы я сегодня не находился рядом с вами. А этот мальчик, Плохотнюковский Шор, там что-то рассказывает про вестицу, что он остался бороться и так далее. Даже под домашним арестом находился, ездил, постоянно ездил по городу. Главное, короче, оставьте мне Шора, Птицу и всю остальную нечистоту, оставьте мне их, я приеду, мы с ними поговорим. Пусть они пока там кукарекут, пока меня нет в стране, а я приеду, посмотрим, что они за кукарекут, когда я вернусь. Поэтому, ребят, я вам всем желаю хорошего дня, иду готовиться к просмотру матча Россия-Египет сегодня вечером. Буду болеть сегодня за сборную России. Вчера болел за Тунис, и у них почти получилось, кто смотрел вчера игру Тунис-Великобритания. Поэтому, ребят, движемся вперед, до лета, но есть время все подготовить, есть время все обсудить, и сделать все для того, чтобы мы скоро с вами увиделись, уже не в лаве, а увидели с вами на площади Кишнева. Я вас люблю, сила в правде, спасибо всем за комментарии, репосты. Мы обязательно с вами все обсудим в прямом эфире, обязательно обо всем поговорим. Все, ребят, я вас обнял, пока. Субтитры сделал DimaTorzok